господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного сегодня четверг номер 33 вопросы пожелания и события дня создавать вопросы 13.01 2016 года такое простое дело вот сколько было в материала у меня очень много я все время копирую несколько лет какие поступают известия этой в скайпе в моем мире на форуме на формата из контактов тащит и лежит все это годами копится и друг посоветовали от колесника николая анна их надо найти чтобы они вышли на меня сказали вот создайте такую тему вот уже 33 день день от этого идет под меня все время нужно чтобы толкнуть вот сам как будто не не вижу а когда сказали теперь вижу что значит один в одном человеке всего быть не может даже самое простенькое вот я ребятам напоминаю я переплесчик реставратор сдавал книги ремонтировали а потом одна сестра она пришла из пятидесятников православия в нашем доме тоже ксения степанова вот она говорит так а вот я ношу она носила книги переплетчику надо познакомиться да научиться это правда пошел книгу купил пошел в типографию завел связи прошло немного времени уже сам реставрирую старинные книги а потом начал курсы переплетчиков приезжают с разных там городов священники там диаконы а у меня комната 12 8 квадратных метров по стенам взять это все и кухня и мастерская и из тонн студии я у меня там 12 магнитофонов маяк 205 вот такие огромные вот я потом объявил уже занятия в университете студенты приходили прямо зал всех научил переплетчиками по одному никак не потянуть надо чтобы кто-то принимал вахту я сейчас как раз к этому подговариваюсь вот обязательно толкнуть надо вот у нас пошли люди к католикам а материала них не было у меня сразу две темы вышиблены были о католиках а так истинного православия там даже три темы вот обязательно ну кто-то толкнул печатать отдавал кому-то толкнулись когда как-то достать машинку тогда не было машины все-таки достал там сломанное маленько было а потом наладили покупали в киргизии там юниус машина была и украина кажется 2 и эти мы везли оттуда везли просто потоком всех снабдили то есть услышал один раз получилось теперь скорее надо передать другим они так что у нас таланта нет мы не будем благовестниками это говорят священниками ты не можешь быть священником но благовестником ты обязан быть у тебя может быть ни в чем не проявляются таланты но урод работает не работает картинку возьми показы бог есть любовь возьми библию покажи людям все должны пропадать до единого особая харизма здесь одна харизма я христианин как раз словах отсюда то происходит харизма помазание помазанный христианин сколько можешь смедеятельств и кричи руками глухонемой показы показывает что он умер за нас он родился девы марии показывай говоря праздники о евангелии тем более есть по брали для глухонемых если для слепых проповедовать все до единого должны живые это полумертвые и мертвые потому что даже за гробом христос благовествовал проповедовал и там откровение 6 главе 1 стих и там они благовествуют доколе владыка не мстишь то есть талантов очень много а это даже и талантом нельзя назвать это как дышать больной ты здоровый женщина мужчина ты дышишь благовестие это даже больше чем дыхание а священники все но у меня таланта нет ну как нет нет таланта то говори что понятно было ты его просто не знаешь размочали я говорю чем бы не говорили мне проходит маленькое время не у меня сразу пошло на людей на людей я это узнал талант не умноженный он тебя потопит этот талант вот и все так организовать пришлось медицинский лагерь я начальник 44 года много деревень деревне хорошо которые погибли деревни 21 тысяча погубных деревень взяли землю получили статус православная деревня сейчас маленькая совсем но заселиться она может в один год мы можем принять сто и тысячи человек и землю выделят и все вот я об этом как раз и говорят они сказали ткнули нас и пошло и уже 33 день идет и материалу море я вел занятия там разных милиции во всех отделах воинских частях университета школах на заводах то есть везде везде давали записки я отвечал записки эти сохранились а потом стали просить в писаном виде выразить и вот получилось 38 книг издания это тысячи 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 записок мешочки такие были то есть всему надо давать превращение таланта я делюсь опытом это благодать божия не я делаю я ленивые негожий но вот толкнули тема одна нужна ослове а в это время меня увезли на операцию операции такие что со стройки краном снимают от тяжести 3 грыжи на позвоночнике и там свет с улицы маленько падает принесли мне бумагу из дома и при свете этом не видно бумагу только видно карандаш я не вижу где кончается и ночью когда все спали я написал две темы о благовестии о слове нашей книги к истинному православию то есть толчок должен быть такие люди должны быть они не напишут но они говорят а мы нуждаемся в этом и вот сейчас я показываю как люди задают вопросы они нуждаются вроде простенький вопрос а на него на этот вопрос выходят люди и благодарят ну я взял как эпиграф ко всему потому что много беды от этого считаем кругом измена трусость и обман повторим кругом измена трусость и обман у нас лозунг в лагере висит россия должна встать и дети скандируют за столом и везде россия должна встать и рядом россия это мы два лозунга ну скажет экстремистки а там какие то мы ничего об этом не думаем у нас там и евреи и казахи и киргизы и православные сектанты все приезжают а выезжает как одна большая семья все никому ни на чего не навязываем просто вот эту фразу что кто сказал известная фраза последнего российского императора николая второго записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения это очень близко все вокруг у тебя с кем бывает даже с архиереем расстаюсь я ему говорю митрополиту чтоб заочно нас не разрушили потом измена везде чтобы вы не были изменником а то был наш архиерей митрополит бац сбросил ушел куда измена наемники а винят нас а вы как теперь без епископа бог знает как предатели бросили разрушили все а мы при чем здесь мы не с места не извинулись хотя 13 разных юрисдикций мы никуда не идем мы зарегистрированы а молимся поминаем и дома патриарха и когда приезжают с патриархии они поминают патриарха и наших которые заграничные церкви православные так они вас выщеркнули но это его дело он за это отвечает как наемник не это сделал он сделал бросил паству бросил в окружении волков и толкают волчать их патриархийные не пойдем мы туда а то все равно что бросить власов армию а потом давай вербовать в армию гитлера для нас примерно вот так это столько там всего и но никогда не к нам не будут мирно относиться почему вся система прогнившая вся переполнена изменой трусостью обманом это первую очередь церковники ну и дальше я говорю что мне вопросы передают из контактов и вот считайте просто и с одноклассников а я там не бывают а модераторы работают администратор они меня перекидывают на наш форум ну я даже могу показать наш форум чтобы увидели вот форум наш смотри как он выглядит православный форум игнатия лапкин так и называется это огромный огромный форум тут споров нету здесь истина дается в конечной доступной до человеческого сознания инстанции все основано значит по четырем параметрам ответы даются святая библия каноны святой православной церкви это семь вселенских девять поместных соборов жития святых полностью всем и патристика труды святых отцов 1587 вот просто сюда заходите вот здесь первое это новое сообщение ткни в них ну там говорится зарегистрироваться а какая тема нужно вот общий общий поиск ткнешь и сразу все найдешь продолжает дальше и прямо приходите задавайте вопросы здесь на нашем форуме а мне делали так что туда туда с перекидкой и объявление дело о том чтобы прочитай уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое но точное описание что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа я отвечаю не справиться вот сейчас нашелся коля николай он уже не знаю наверно на пять роликов потом вот это уже название и обязательно указать на какой минуте о чем вот так это у нас уже за один день который был перед этим что тут было не за что такой связанный комментарий не знаю пусть кто-то объяснит и я вообще ничего не понимаю в этом граф александр спасибо вам большое за ваш труд за ваши знания жизни мне жалко что я уже никогда не стану таким как вы слишком много грешил и вот теперь уже нет неделю наблюдать за вашими трудами и сожалею что не встретил вас моей жизни я желаю вам всех благ вы святой если бы вас было побольше то и мир был был добрее с уважением к вам оперный певец который поет во всем мире во многих театрах но благодаря этой профессии я и нагрешил очень очень много алекс граф видите как человек открыто говорит ну значит ему это нравится но не все же такие как вокруг я называю патриарши патриархи на кодла хватает лгут обманывают воруют ролики вот сейчас вчера только заблокировали я увидел утром только больше тридцати роликов как как-то взламывает приходят вот батюшка на кладбище панихида ничего нету музыку допустили а музыка нельзя вроде мы и своровали ну подлые гнусные почему я их знаю просто всех часто исповедуются часто причащаются недостойно добавляю недостойно они все одинаковые не коммунисты не фашисты не мусульман никто этого не делает это самые негодные люди церковные патриархийные которые крутятся около попов я называю кода свора дикая представьте что делают я не знаю что с ними делать я просто молюсь благодарю бога мне-то вреда нет они людей стараются не допустить на наши ресурсы помолитесь помогите чтобы господь успокоил их успокоил он знает как успокаивать михаил кальмаев беседы на деянии апостольские беседа номер 3 страница 38 архиепископа константинопольского святого и она златоустого вот меня прошла спрашивали а где известно что священников погибает много вот где кавычки открыты не думаю чтобы среди священников было много спасающихся напротив гораздо больше погибающих именно потому что это дело требует великой души больше погибает от священников собрать в епархию 300 человек минимум 151 в аду будут погибающие то в аду будут они хорохорятся себя что-то представляет какие-то колобродят больше половины в аду будете успокойтесь да пейте не водку ну успокойтесь к чему еще нужно то серафим молился вообще ни одного нету спасенного я говорил где настольная книга священнослужителей 3 том 601 страница по благословению патриарха пимена вышло дальше у епископа много нужд которые заставляют его выходить из своего дома ему нужны тысячи глаз со всех сторон не видишь ли как много нужно иметь ему он должен быть учительным терпеливым твердо держаться истинного слова согласно с учением чтобы он был силен и наставлять в здравом учении тимофея 3 2 4 1 9 другие места а как это трудно и тогда когда прочие грешат вина падает на него не говоря ни о чем другом скажу только что если только и один кто отойдет из этой жизни без посвящения в таинство не спровергнет ли это всего его спасение одна душа говорит погибнет по твоей вине тебе всей жизни не хватит он несколько раз об этом говорит дальше ведь погибели одной души вас составляет такую потерял который не может выразить никакой с такую потерю они этого не понимают миллионы ушли всех там ты по вашей вине вокруг меня крутите сатана вас зациклил на мне а почему они вас ненавидят потому что здесь я даю евангельский свет если бы был там баптистом и нужды не было на ягодушок православии можно наладить жизнь можно сделать другое можно вернуться к евангельским временам нет все по-своему с властями гнутся какие-то к сталинскому голенищу теперь к этим льнут предателям коррупционерам изменникам без власти не могут патриархий на шагу шагнуть только убери сейчас власть скажи нету все засохло все к власти что-то сообщать надо посадить этих пусть и рает и прочее на творили что если спасение и имеет такую цену что и сын божий сделался для этого человеком и столько претерпел то подумай какое наказание повлечет за собой ее погибель еще повторяю где-то в семидесятых годах лялина написала баптизм просто так называлась книга и она показывает статистику 85 процентов баптистов бывшие православные а ведь речь идет о миллионах а не об одной душе то есть они вообще ничего не понимают это дельцы от религии им плакать и плакать надо они бы если по верующие были они бы с моих ресурсов никуда не уходили я чё желаю избавить от этого чтобы жили свято чисто говорю столько знаний 53 года день и ночь я учился и вам теперь выкладываю и даю это а они как лютые волки не щадящие стадо и все говорят превратно чтобы влечь за собой людей не все повторяю не все есть которые родились выше и в один и духом божьим но это может быть один или два процента не больше это кто говорит патриарх алексей второй девяносто восемь процентов меня вообще греки слышат лбы мощите крестите правильно народ то русские не крещеные обманщики если тот через кого гибнет другой достойно настоящей жизни смерти то гораздо больше там не говори мне согрешу прессивитер или диакон вина всех их падает на голову рукоположивших вот где и поэтому это для епископа самый большой грех так по поводу микрофона и о другом станислав воронков здравствуйте игнатий тихонович вот пара ссылок на ролики где вашего голоса не слышно но я проверил все слышно как проверили других спросил тоже слышно он говорит что дальше еще под об одном как вы относитесь к сообществу а а анонимные алкоголики на мой взгляд это очередная американщина также как и пятидесятники ну как понимать так и понимать анонимные где-то что тогда кто это анонимные павел говорит я не достоин называться апостол на весь мир об этом кричит петр отрекса напечатал добиться грешил дважды 50 и псалом а здесь анонимные где-то от лука в это мир вам игнатий тихоныч сейчас смотрел 31 выпуск вопросы пожелания и моя фамилия прозвучала как май на самом деле моя полная фамилия майданников так как свое время при регистрации в скайпе оказалось несколько однофамильцев пришлось сократить а я откуда я вижу май и даже точки там нет я так и засчитал это маленькое пояснение к тому что я не шифруюсь и когда будет выходить видеоролик с нашей беседы по скайпу чтоб под ним стоял не псевдоним а моя фамилия согласен желаю вам всего самого доброго храни вас бог ну я делал это неумышленное беру то что есть дальше граф александр это маленько раньше у него было тут написано три дня назад во славу божию здравствуйте игнатий тихонович вы молодец я не живу в россии а в германии но вы истинный русский человек и ваш лагерь и ваши сотрудники все молодцы жалко что вас так мало в этом мире вы так все просто но так все уютно создали вашем лагере только одно могу сказать успехов вам здоровья всегда и во всем с огромным уважением к вам александр граф да поможет вам бог дай вам бог здоровья какой вы молодец вам бы страной управлять тогда бы расцвела россия с огромным уважением алекс граф у меня интересно вот эти мысли были отец и мама у меня тихон и мария а они пол класса не кончили вообще мама научилась в 60 лет там считать 12 ребятишек 10 только живых было я всегда думал с отцом после на пол после когда вырос почему мой отец не там не в правительстве насколько он памятливый был насколько советы какие-то волну можно под пословица бодривой корове бог рэк не дает вот он видит это вот я скажу что ты горбой засветились уже кто здесь пишет потому что в это пока патриархийная кодла в лице священников там другие с америки прочее они сейчас сразу этих людей находят и заливают их мерзостью что они говорят против меня да вы сектантом все православные еретики они сатанисты то есть у них не меры никакой ничего нет на всех кто заходит ко мне они буквально всех заливают это чтобы разводы там были которые есть то есть безумие полно это патриархийно часто причащаются они одержимые бесноватые еще к миссионерским отделом как-то не отношение имеют и одно название кодла патриархийно на всех и пишут а чего это для чего они ну не верите напишите марьясову напишите соболеву кто знает так михаилу кальмаеву который здесь есть а они с ними дальше куракин алексей мои фото с книгами которые вы мне выслали и еще я ранее получил посылку от сергея попкова с новым заветом 3 тома столкования блаженного феофилакта и одну книгу в подарок от него для слова божия нет уз я очень вам благодарен выписал заплатил я вам послал вчера он получил их мир вам дальше куклинок а пятидесятник трубчинов подписал указ о бомбардировке людей на донбассе ну что сделать вот и без весь сказ где-то воевать нельзя не там ну и хорошо нельзя вот а в америке можно воевать здесь приезжают здесь они в полный рост можно бомбить русские русские лучшее доказательство николай шипилов здравствуй гнать и приятно тебя слушать спасибо тебе коля какой коля не знаю тут сергей гнатов спаси христос православного проповедника из барнаула игнатия лапкина за ответы на актуальные вопросы нашего бытия во свете библии неплохо было бы поучиться этому нашим священникам но увы александр марьясов мир вам игнатий тихоныч почему на протяжении всей истории ветхозаветного народа бог за каждое самовольное дело идущие в разрез с повелением его бог наказывал многих и неважно хотел ли человек озия хотел просто поддержать накренившуюся скинь и господь поразил его дофана верон и корей за свою самость были поглощены живьем в ад вместе со своим скарбом и родственниками и еще масса примеров тому сегодня же в духовном плане гораздо больше невнимания и отвращения от бога а также придумано и искажено во многом следование стопам его а господь все равно проявляет милость свою будто отдает каждому время на покаяние они поражают во гневе своем но я еще говори когда сам отвечаешь а почему так делать 1 коринфян 10 глава 6 11 стихи это были пример для нас достигших последних веков чтобы не были походливы на злое вот так или это не есть милость его а а пауза перед пришествием спасителя нашего и так есть гнатий тихоныч если захотите помолитесь обо мне приболел немного я знаю что это попущение божие посему как болезнь и гонение есть попущение его спаси христос это называется искушение искушение разных видов бывает от бога и не от бога сами вызвали это от бога только говорят два рода это болезнь и гонение он правильно ответил гнатий тихоныч я написал вам вопрос и сам размышлял по нему и понял что если сегодня бы господь бог поражал человеком за их не радение к нему за отсутствие веры за привязанность к похотям и страстям человеческим за нарушение всех заповедей его то скорее всего это было бы насилие над волей человеческой а при воздействии на волю человеческую а еще и в зрительно видим наказание то в человеке скорее всего сообразовывался страх животный они страх божий тогда многие бы конечно стремились доказать преданность слову его исследование стопам божьим лишь только чувство животного страха перед наказанием в отсутствие веры и надежды на спасение спаси христос понимаете и так и с разъяснением страх божий на первом месте в любом варианте как бы не было что если ты представляешь что будет суд божий парфейн бородский говорил там все другое и страшный день сегодня я ухожу к богу на счет и поправить ничего нельзя на нас будут клеветать говорить лить не заступиться ничего нельзя но был бы сталин он заступался бы за себя миллионы голов бы отлетели владислав марущак крещеные люди живут как сатана кавычка закрытой памяти и она крош таскова вот какой-то я еще не посмотрел на это верю так и есть я зато вас говорит хуже сатаны у сатаны нет не делая те грехи которые человек даже делал с ребра любви и проще юрий ларин мне очень понравилось это видео словно воды попил это про деревню про нашу хорошо же деревне как вы думаете что хотел донести до нас господь через исход 20 глава 4 5 стих считаю что полиция нужно не иконам о богу ну правильно иконам еще молиться то икон икона это первый образ показывает мы молимся тому они иконам чего говорить об этом то мысль то правильно но не рубить иконы то иконы это повеление божие откуда известно ну это в первом храме было соломона изображение и на скине скине там было над ковчегом и 41 17 языки или куда христос пришел домой а там были иконы изображения от пола потолка снутри и снаружи ну надо быть внимательные кажется гнушаясь идол святотатствуешь римлянам 222 не надо святотатствовать вот прислал поэт песенник владимир мочалин игнатий тихонович хочу дать вам на суд свои стихи песни прикрепленном файле формате pdf посмотрите написал христианском духе они конечно более мирские чем восхваляющий прямо бога написаны в некой пыльческой форме все равно хочется с вами поделиться с верой надеждой и любовью вот это говорит проверено то другое я на это отвечаю что у меня нет абсолютно времени совершенно нету даже вот появилась хорошая книга тут поэтическая вот показали я ее принесли тут уже вот такая книга называется молитвы русских поэтов это здорово сотни поэтов что об этом говорили такая книга так видите ну прекрасно изданная я книги то стараюсь и уже видите здесь великий постриг какие картины есть и книга то довольно большая она по размеру маленькая хотя но тут можно даже сказать малый тираж 638 страниц 639 даже видно и вот эту книгу я пожелал иметь на потом рассудил деньги да какая моя пенсия тут кто-то из них ребят покупает я посчитаю я много-много занимался поэзией вот у меня тут есть это но это оставляем и переходим сейчас сразу показать как у нас вот этот mail.ru мой моя страница можно заходить сюда и тут сразу вот дать знать зарегистрируюсь и тут можно писать что приняли друзья но только чтобы было лицо открыто и без темных очков никаких не ставить там не храма не машина ничего таких я не принимаю вот так а тут все время выставляется это очень большой для mail.ru своих наших видео сколько видео 2239 видео всего у нас на нашем видеоканале более 4000 и фотографии 18300 наших но согласитесь что это чего-то стоит то а вот а вот они как раз на это он отозвался про деревню вот православный видеоканал вот как выйдет открытым оком во свете библии показано сколько посещений тут было просмотров у один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто семь просмотров а подписчиков две тысячи семьсот тысяч маленькие это не андрея кураева но люди приходят это 350 в среднем в день человек заглядывает и вот здесь внизу когда посмотрите на нажмете вверху вот здесь главное вот главное если нужно то пойдет вот такое посмотрите целый ряд житий святых вот память преподобно пеодора каждый день это мои моим голосом насчитано на нашем сайте показать какой у нас сайт находится вот во свете библии сайт это очень большой сайт 50 книг аудио насчитано только и библия златоуз 12 тому и прочего ткнешь видеоканал на форум найти я каждый раз это показываю немножко пока показать людям вот и вот здесь вот видите житья святых я маленько не туда попал вот она житья святых он святых не признает я помолюсь каждый день я поминаю имена примерно 77 святых перечисляю пророков апостолов там такие которые русские серапим саровский там сергий радости всех поминают 77 примерно но если я 7 раз молюсь в день 7 кратно в день 118 и псалом 164 стих но считать сколько святых а он святых не признают ну как я должен показать иконы не признают а у меня место живого нет где иконы всю до иконы вот теперь дальше мы сейчас что это у нас здесь это жить в деревне то здорово надо убрать это вот теперь вчера вот это было у нас нет не было давай елена малина игнатий тихонич у вас очень красивые душевные фото и видео я буду в контакте любоваться на ю тубе не хочу регистрироваться ну это ваше дело эту девушку мы видели да вот это да где дело дальше александр миронов покайтесь и веруйте в евангелие как эпиграф дальше мир вам и вашему дому дорогой гнати тихонич можете мне прислать файлом что тот текст что зачитываете на этом видеоролике ну я пытался еще раз сделать вот сюда послал потом покажу я там засчитывают вы сами послали какой ролик как он называется тут верху конец света пророчества святых о православной церкви и там дальше вот я есть это я могу даже пока показать как как это выглядит вот но сейчас уже не по не по не показать время просто уходит что говорит иоанн кронштадтские другие о том что будет время купола будет золотить лаврентий черниговский а в храмы ходить нельзя будет у меня то несколько раз уже засчитано было вот я посылаю ему потом да доброго времени суток мир вам игнатий тихонович это сергей амнас если помните я занимаюсь разбором вашего ролика амнас это то ли фамилия его или что я не понял дальше сегодня проверил ютуб не получается оставлять комментарии под вашими видео обычно я составляю там замечание на многие ваши ролики указывая где вы ошиблись или позабыли чего-то но сейчас такой возможности я лишён наверное меня забанили ваши администратора забанили то еще закрыли да да проверьте пожалуйста мой аккаунт в ютубе студия амнас проверьте комментарии я не допускаю грубости или каких-либо оскорблений ничего лишнего не пишу всегда корректно выражаюсь но я посмотрел я не знаю где подскажите как это еще сделать проверить я даже не знаю где проверить это солнце вчера я не знаю еще дальше делать то вот на форумом заходит свободно тут я могу хоть маленько разобраться а там ютубе я вообще не знаю где кто что сделал так администратор это люди которые работают модераторы кому звонить не знаю о чем говорить такого найти как не знаю мне подскажите пока же оставлю тут свой комментарий на ваш ролик номер 31 вопрос о пожелании события дня задавайте вопросы от 11.01.2016 дальше слово секта видимо это вот это самый комментарий он и дает слово секта очень активно использовалась святыми отцами это эквивалент евангельского слова ересь деяние 5.17 первосвященник же с ним и все принадлежавшие к ереси в саддукейской исполнили зависти деяние 15.5 тогда восстали некоторые из фарисейской ерести уверовавшие и говорили что должен обрезать язычнику и заповедовать соблюдать закон моисеев дальше да вы и сами про это начитывали например у златоуста в 70 беседе на евангелии от матфея кто же такие саддукеи это люди составлявшие особенную секту между иудеями отличная от фарисейской гораздо худшую той утверждавшие что нет ни воскресения ни ангела ни духа они были грубее фарисеев и совершенно преданы вещам телесным у иудеев много было различных сект у вас же в книге толкования на евангелие это деяние 1111 блаженный феофилакт говорит зная что являются люди с поврежденным умом которые будут говорить что он не с неба или пришел не с неба и не вознесся на небо но перемещен какое-нибудь место за пределы земли к числу таковых относятся и последователи секты виталия зная это господь вознесся перед глазами апостолов когда они пристально смотрели на небо в деяниях вселенских соборов очень часто это слово встречается в деяниях вселенских соборов всем вселенских ни разу не встречается просто я подсказываю мы это сказали там мы говорили о секте я дал значение что означает секта это другое учение от господствующей и отрицание института священства вот определение то какое а не в том дело что слово это не употреблялось а то время года два назад вдруг стали регистрирует что секта не надо говорить это это обижает людей как не надо я говорю она в словарях во всех и у ожига вывезли что на вселенских соборов повторяю ни разу всем вселенских соборов ни разу нигде это слово секта не звучит ересь есть а слово секта активно встречается часто не часто то есть 0 никого нету и дальше вот это вот я ответ-то и давал а тут дороже не прочитать ну можно прочитать так мне о богом и серафиму господь открыл глаза вот короче так то то есть придет сами прочитайте время ведь и мелко у меня что-то не получилось сделать и как-то она маленько не так что тут еще кто пришел ну мульти вим ну да и на тихон еще очень по духу сейчас ваши видео лекции как только я вышел на ваш сайт сразу почувствовал спасительный лучик света во тьме очень благодарен вам за это храни вас бог от всех бед лишь только больше промысел вопрос у меня следующий семья у нас православная мама верующая а ей недавно сказал я не недавно сказал о вас и показал что вы делаете она сказала что не стоит вас слушать мол нормально у нас церкви нужно думать о самой церкви а не о том как служат там батюшки правильно или нет как не думать такого нету это все сел в автобус а разницы нет пьяный шофер или не пьяного вместе пропасть улетите слепец слепца ведет господь говорит что говорят делайте по делам не поступать а сегодня и по делам не по словам они говорят слова совершенно не по евангелию как это не говорить а почему за загонять людей то то есть будь слепым неправильно говорит дальше не трудно с ней спорить потому как я сам грешник но умом я стараюсь сейчас здравомыслить думаю для спасения всегда нужно цепляться за каждую соломинку я так воспитан прошу вас помолитесь за нас я инвалид второй группы владимир ващалин из москвы мозг умрет душа останется но то больше не было нет мы переходим на другое более ранее считаем вопрос павел белицкий что-то как-то много белого нефункционального как на визитке у вас изображение люди крестятся и там люди в белом подходят и он его смешает ответ даю привыкшим к смертной черноте это как я отвечаю сколько у меня времени уходит на ответы я примерно 16 часов почти каждый день нахожусь здесь когда я сдавал книги 9 лет 38 томов а набор то делал сам мечтая проповеди помогали только в среднем круговую субботы с воскресеньем по 14 часов за 9 лет более 30 тысяч часов провел за компьютером ну видите как креститель в скобках баптист по-гречески это мой родной брат протеерей отец и аким лапкин он баптист у нас патриархии вышла брошюра о крещении игумена игнатия душа иного по благословению патриарха алексея второго и вот это фото безрукого павла кто вот это показано как и там есть крещение на наши визитки было издателями найдено в интернете и взята на обложку с двух сторон то есть нас никто не спрашивал ничего брошюру продавали в селе клочкин алтая галатом 327 все выходы во христа крестившиеся во христа влеклись а тут у нас лютые волки ненавидят зверски и кто-то из знающих оповестил тамошнего священника чернодарова отца игоря что это фото про крещение потерявки брошюры немедленно изъяли из продажи понятно даже даже картинка она брошюрка небольшая она в разворотах развернешься да все видать даже вот но сказать даже не знаешь как вот я бы сейчас показал где какая у нас есть подожди-ка показать где и визитку посмотри где здесь визитка вот она вот полностью да тут две визитки какая из них вот визитка окончательно все мы посмотрите как визитка наша выглядит сейчас я здесь открою вот она но это больше нельзя видно или колесиком попробовать колесиком вперед провернуть колесико а вот посмотрите как она выглядит прекрасно это вот сергей пупков стоит люди идут к крещению батюшка сходит в воду но это на обратной стороне у нас сделано то есть сергей козлов парализованный помог помоги ему господи без него бы такая красивая не получилось он везде оставил свой след к слову сказать и вот эту они взяли из интернета никто нас не спрашивал и брошюру продают в москве по благословению патриарха и друг священникам сказали что это фотография то в потеряевке сделано в такой ярост пришел немедленно убрать все то есть бесовщина самое настоящее и патриарх да пошел он патриарх то есть они наливаются кровью глаза не бросаются потеряевки сделано что тут неправильно во всем интернете люди не нашли лучшего игнатий душеинов издал игумен ничего нету так ну что тут не ладно то а чего такая ненависть то ничего нету это говорит как говорю о том что есть сейчас вот ну и что дальше римлянам 6 3 неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса в смерти выкрестились святой дионисий говорит священно начальник стоя над ним крещаемом при возглашении его имени трижды погружают его воде призывая три поставь божества при троекратном погружении и воздвижение крещаемого из воды еще непонятно то тут все священники все поправили они не православные священники нет это изверги волки лютые такие танцы все извратили патриарх лисея говорит не крестите не в полное погружение тут у меня выставлено они не 0 внимания вообще не неверующие говорю в абсолютном большинстве где он говорит 98 процентов а дальше добавляет каких бандитов на принимали в церковь патриарх лисея 2 ридигер дальше выходящего из воды одевали во всю белую одежду святой кирилл иерусалимский говорит совлекся ты одежд ветхих и облегся в белое потому ты принял белые одежды чтобы они были знаком того что ты совлек себя покрывала грехов и облегся в чистые белые одежды оправдания святой амбросе новая скрижать страница 379 и так что же требуется от крещения вера и вода сегодня же нет ни первого ни второго и бесплатно третье все три условия порушены симонисты множество пастухов испортили мы виноградник и стоптали ногами участок мой любимый участок мы сделали пустой степью то есть это проклятые священники проклятые откуда вы знаете такие слова как и не я говорю бог говорит книга порока иеремия 48 глава 10 стих проклят кто дело господне делает небрежно ну какое то раз это не дело божие крестить человека обращать то все извращено без всякого подготовки ничего нету и дальше это иеремия 12 10 дальше оси 4 6 истреблен будет народ мы за недостаток ведения так как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священной действий передо мной то есть это священника бог их отверг малахи прямо говорит бог я проклинаю ваши благословения бачка благословения бог проклинаю я проклинаю ваши благословения они это никогда не считают ни в одном храме никогда почему страшные слова а что у всех проклинают конечно нет ну 98 процентов под проклятие попадают а кто за них заступается вы погибните с ними дальше стих не заканчивается и проклят кто меч удерживает от крови божией то есть кто заступается за этих беззаконников они тоже проклятые иеремия 48 10 а вы говорите вы гневаетесь не гневаюсь кто бы соблазнялся за хуя не воспламенялся это огонь духа святого побуждает меня говорит так не сонными губами шамкать и как ты забыл закон бога твоего то и я забуду детей твоих они есть никакие татьяна не не кишина город липецк добрый вечер гнать и работы в большом коллективе верующих нет среди коллег перед новым годом все идут на корпоратив не знаю что мне делать ведь будет пост посоветуйте ну первая очередь никогда не стригись и челку свою не трожь второе я не вижу украшения вроде у него нету вот это что у нее это украшение снять то это первое что нужно делать строго соблюдайте православный пост в календарях слава богу еще пишут а остальное как тебе господь евангелие принеси подари наташа гончарова город красно туринск игнати извините отчество не знаю я правильно понял что вы с церковью связаны да мы православные нашла вас через знакомых видео которое вы дали смотрю уже можно к вам обратиться можно только не знаю как сказать переживаю не знаю глупо это или нет у меня сильный страх перед церковью шесть лет уже боюсь заходить одна в любую но это обеснование хочу попасть на службу но на службе мне тяжело не могу понять почему так такое может быть и что мне делать подойти к священнику и помолиться объявить пост и молитву чтобы демон вышел это изнутренний страх это одержимость бесовская храм не как бояться это свинья ладан свет до него не выдерживает ладана запах если все но что-то не так забейся в угол не смотри ни на что опусти глаза и молись без этих священных рук без священника нет спасения смертным говорит ян златоуст иди в церковь как назвать иди в церковь беги прямо сразу александр хохлов город владимир благословите отче игнатий простите за дерзость что незнакомый мирянин просит совета можно ли смотреть или слушать для ублажения своего слуха и глаз мастер и маргариту будет ли это непоправимым грехом или все-таки главное не то что смотрите слушать а жить по заповедям с уважением раб божий александр ну что в сосуд нальешь то ты запах будет зачем он тебя марк ну бывают отдельные моменты там показать мне нравится вот когда валан говорит о смерти там с ними сидит сегодня такое будет на потерявших прудах есть такие ну не надо или мозги то своей вот видишь как грудь ни одна мусульманка так не оденется все без платка без платка чтобы нигде не были вот это наташи тоже все мы все без платка видишь как всем надеть платок чтобы ни одной волосинки не было видно что тут она это как как зовут то можно там сверху ирина дубик дубикова город липецк вечер добрый гнати вы миссионер 53 года правда ведь я преподаю основу православной культуры четырех классах дети в основном из обычных семей далеких от веры в бога может вы мне посоветуйте как лучше с ними работать за помощь совета буду очень благодарна спасибо первую очередь надень платок прикрой грудь руки до кистей чтобы были закрыты первое внешний вид очень много значит но это вид не христианский надо что что сама должна быть глубоко верующая и вот в четвертом томе открытым окном у меня говорится как воспитывать воспитателей зайдите на наш сайт вот я показывал уже вот сайт и вот все книги мои вот ткнете в эту вот во все книги то а вот они пошли вот 33 тома и вот третий том и вы его скачать и там найдете я показываю где это нужно взять дальше виктор сергеенко добрый вечер как вы считаете как не быть если на работе я слышу о себе насмешки и разговор за спиной меня это очень огорчает ну что говорят они ты свое дело делай говорят вот если не опытный так тебе опыт будет такой ну говорят они ну и что и пусть говорят а ты виду даже не падай если только тебя зависит вот у меня не нападает на меня на мои ресурсы там тысячи человек и поэтому мне приходится но встать на защиту как ян златоус говорит а если я не буду ничего делать они обвиняют тут всякую мерзость говорят там даже говорит произносить страшно знаю что это часто причащается патриаршая кодла священники их травят архиерея благословляет на это но его придет время кончится я отвечаю ответ если человек неверующим невадим духом божиим то какая ему разница мертвому помешать не что но если это сын или дочь божию уже то вопросом по тебе по себе отпадает 2 коринфянам 6 14 18 ну дальше прочитайте тут много написано на 6 страх отвечаю если страх будет перед кухней или в горящем доме а выход свободен то вы же пойдете потому считаю что неверие и лукавство тут не скрыты то есть один девушка которая храме идет и считаем от пео 11 28 придите ко мне евреям 3 15 доколе говорится ныне когда услышите глаз его не жесточите сердец ваших как во время робота это я отвечаю так делаю жирным большим шрифтом места писания красным видите там все время я дальше хохло брама стра маргариту что человек ел такова и отрыжка будет смотрите фильм иисус или иеремия оси 11 4 узами человеческих влёк я их узами любви и был для них как бы поднимающий ярмост челюсти их и ласково подкладывающий пищи мастер маргарита это глупости всякие а то он был одержимый демоном этот михаил булгаков об этом везде пишут и говорят он являлся ему и все но сатана ему навевал такие вот мысли он их писал откровение 3 20 все стою двери и стучу если кто услышит голос мы отворить дверь войду к нему не буду вечерить с ним и он другой девушке это отвечаю разве у вас совсем там нет верующих священников христиан у меня есть и опыт и свой нужно все делать по серьезному книги мои открытым оком том 3 есть на нашем сайте скачать его третий том ну дальше второзакония просто прочитайте видите большое место вот где-то дальше сейчас еще перериснем это кому я отвечаю на смешке на работе на смешке ну вот отвергни притча 424 отвергни от себя лживость уст и лукавства языка удали от себя ну и дальше прочитайте языки илья илья до 831 матфей 1624 галатов 614 лукав 626 поставьте тот раз тормозить вот когда нужно будет и посмотрите у меня просто времени нету спасибо господи за ответ видите какое место прекрасно где он стоит ирина дубикова спасибо господи простите за беспокойство обязательно просмотрю ваши рекомендации да олег медведенко украина город луцк вот он архиепископ да спасибо смотрю ваше видео ваше служение мне интересно слушай ваше видео по мере слушания буду делиться своим мнением по затронутым вами вопросами надеюсь вас заинтересует и моя точка зрения видите какие он показывает что он написал где это брать хотелось бы тоже получить комментарии критику ничего себе вот представь сколько таких-то мне сколько книги прям большие там отдайте ну там какой-то комментарии аннотации на что-то но игрушка это коллектив должен работать я пишу ему благодарю за открытость владыка но делать ничего этого не буду не по чину уже и не по времени то есть я не могу смотреть такие большие там александр хохлов город владимир спаси господи очень благодарен вам храни вас господь с молитвенным уважением раб божий александр олег медведенко смотрел сегодняшнее видео очень сильно когда меня спрашивают моем служении почему здесь они там почему так они это и отвечаю также я себе не принадлежу где благословит господь там и спасаясь где укажет тому служу если бог открывает я не закрываю если закрывает мне мне открывать не может человек ничего принимать на себя если не будет дано ему с неба на все пасе по библии святой синодальный перевод самый лучший перевод никакие другие переводы никому не советую считать только синодальный 1876 года это пренебесное звучание таких переводчиков вообще нету сейчас это в личной беседе мне александр мень определение уже дал ну и дальше прочитайте что-то при счастье и проще светлана журыла город любом на украине фотографии сделано видимо киево-печерская лаврия там когда заходишь а вот как вот видишь как она одета закрыта грудь и юбка все замечательно батюшка игнатий помолитесь христа ради за рабу божию людмилу трудницу при монастыре валяющую людмила да благословит тебя бог хотя это не сегодня было я уже тогда помолился о вас эти хорошие фотографии с без замечания лилия попова игнатий тихоныч сегодня иду на день ангелы к знакомому и хотелось бы как-то его поздравить сказать какие-то теплые слова но совсем не знаю что сказать помогите чтобы вы сказали чтобы вы сказали чем бы начали чем продолжили чем разумели так минут на пять по времени можно затронуть и тему для рождения так как у человека день рождения и день ангела в один день буду очень благодарна вам дальше я считаю во первых дни рождения справлять не нужно не нужно категорически поздравлять с днем рождения как будто какая-то есть своя человеческая заслуга что в тот год жили нарушали заповеди божии грешили и ангел не обрезал нить жизни поздравлять тут вовсе не с чем как говорит святой иоанн златоуст празднование дня рождения и рода закончилась гибелью величайшего пророка иоанна крестителя и так дни рождения никогда не следует отмечать не подарки делать не праздновать по мирски подарки можно сделать в любой день вот слышали попробуйте так делать а нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю что сберег нашу жизнь и не отынул нас вместе с нашей суетностью сходить храм божий конечно же приготовившись достойно к тому причаститься если есть возможность сотворить милость кому-то подать милостыню день рождения напоминает нам о том что на один год мы стали ближе к уходу из этой грешной земли и уже ближе к страшному суду божию а там ведь все не так как здесь как говорит нам святая библия лука 9 23 как всем же сказал если кто хочет идти за мной отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною вот первая ступень отвергни себя растопчи свое я тут нужны радикальные меры борьбы с самостью сераха 8 39 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь римлянам 13 11 8 тут может быть 7 глава потому что в интернетной версии тут почему-то на одну главу меньше дальше римлянам 13 11 так поступайте зная время что наступил же час пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасение нежели когда мы уверовали и потому желаю вам проверить себя жить уже далее так как требуется по слову божию после рождения свыше жить абсолютно новой жизни во христе иисусе жить под водительством духа святого ожидая грядущего миссии христа бога истинного и знать его святую волю исполняя ее дальше показываю что наш вот сайт какой есть форум и прочих на на ответы сколько уходит мест священного писания в каждом томе открытым оком я примерно 3000 ссылок делают да иногда это не один стихо целый пакет еще вот это стоит дальше кирилл тезиков добрый день игнатий можете помочь отвратить отца от пьянства ли я не могу не могу лечиться в клинике от всей проблемы он не хочет спивается опасаясь что скоро умрет ибо болеет диабетом 9 несовместим с алкоголь в принципе что делал первое просветительские беседы 2 возил в клинику но он отказался от лечения только вывели только вывели из запоя причина недуга человеку 60 лет он преподаватель в вузе иностранные языки сами знаете как у нас платят преподавателям считает себя несостоящимся в жизни жить не особо хочет как я понял кризис наступил недавно когда он понял что состарился дальше расскажите пожалуйста что еще можно сделать уважением кириллу уверовать уверовать это может быть я отвечаю я вот ответ сделать иному ничего нельзя как говорил святое аллатоуст ни я ни бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь хороший материал на нашем форме вот здесь прочитайте и может быть это поможет прочитайте зайдите вот тут есть поркотерапия порка пороть специально делает там профессора выведен такой вот так такой путь выхода миша диаброзер игнатий christ is in our midst do you speak english are you игнать его прошу дорогой брат игнатий христос между нами вы говорите по-английски это клад перевел уже так что тут дальше мы писали благодарю за открытость владыка на готовых молодых олег ведменко вот он службу как ведет показано спаси господи брата игнатий будете в луцке с радостью примем помолимся ваш ролик дам на стену свою молитесь о мне немощном епископе олеге разумею вас как брата во христе и сослужителя миссии благовестия александр хохлов гурт владимир здравствуйте батюшка игнатий как можно расценить любовь ближнему мне неприятен человек по каким-то своим качеством стараясь ему это не показывать совершенно открыто но если чувствую что ему нужна помощь виде подсказки или раскрытие какой-то профессиональной тайны то стараясь в этом не отказывать есть это и есть любовь или я не прав такой вопрос как задать тут многое на это еще почему именно такое отношение что-то у него есть сами себя поверьте на это вообще нельзя не могу ответить за очень не отвечается тут какой-то кому вопрос это предыдущий ответ на притча 25 21 вот вы дальше гримлянам 12 20 римлянам 12 10 первое царство 24 и деяние апостолов 15 заметь мой ответ какой состоит и моего ответа то и нету моего ответа то нету я просто знаю писание и показываю дальше олеги дмитенко вот это дорогой дорогой коллег если господу будет угодно и живы будем то желаем предпринять миссионерскую благовестническую поездку в дальние края до атлантики до португалии нам всегда нужна помощь молитвенная просим своим сказать где это возможно чтобы они потом нас помнили поездка на мечет с конца мая до конца августа если можете то на всякий подобный случай в личку дайте свой адрес и телефоны мои все данные на нашем сайте открыты всем николай леонов город днепропетровск вот он погиб николай чемпион пакет боссинг вот наши перевод переговоры и гнати тихонович я многие ваши проповеди слушал и смотрел видео конечно есть моменты с которыми я не согласен а в целом спасибо с христос что вы такой есть такие люди нужны мне мы в семинарии вас смотрели когда я учился с ребятами поражались вам именно тому как вы занимаетесь миссионерством один парень по вашему примеру писал миссионерский проект у меня есть многие видеозаписи с вами спасибо вам и за эти очень рад знакомству с вами я вот тоже пытаюсь заниматься миссионерством надеюсь еще с вами пообщаться сейчас нужно убегать я нахожусь сейчас в румынии меня послали из семинара язык учить немецкий сюда в школу а потом наверное германию мы очень за вас горим сердцем мы это православные семинаристы хотя бы и критикуете рпц но во многом заслуженно и во многом мы с вами единомышленники простите быстро печатаю допуская ошибки вот так елена никиферова город санкт-петербург спасибо вам за фильм о потерявке посмотрела с удовольствием хороший замысел по восстановлению патриархальной православной деревне честно говоря я житель городской представляю как все это трудно на практике по сути 3 3 россии превратилась в целенные земли заграничные продукты уже глаза мозолят и вызывают оскомину бог вам помощь в вашем нелегком деле а что могу сказать надеть платок снимете брюки надень юг это первое но дальше все во славу божию были бы где-то рядом туда можно было как-то это ответ леонову николай меня больше всего интересует как бы под горящую руку где и в чем вы не согласны со мной поясните проясните это важно и для вас понимаете как нужно я всеми интересует кто не согласен я уже в него буквально цепляюсь ну покажи что я не согласен не во всем согласен любит люди говорят так ну покажи в чем не согласен ты на эту тему говорит а как баптисты другие давайте говорить о том что нас объединяет а зачем вот там говорить у нас все одинаково говорить надо о том что разъединяет александр петичкин город заволжье александр доброе утро гнати тихонович прошу ваших молитв за александра и маму мою татьяну и я буду молиться за вас игнатия как вы относитесь к царю николаю и его семье ответ царь николай святой про молитву не отвечаю ничего александр а ваше отношение к глобализации и чипам у меня плохо плохое ответ нужно смотреть не на ваши отношения а на то что говорит слово божие глобализации и чипы это все есть подготовка к пришествию антихриста но это еще не антихрист александр да я об этом знаю об этом мы старец говорил он святой человек был все время гоним был за правду игнатий можете посмотреть статьи о моем старце в интернете схемандрит исайя каравай игнатий вы священник или простой человек простой грешный человек ответ чтец благословение на проповедь и миссионерскую деятельность ответ на это считаете нужным людмила гусева город санкт-петербург вот так спасибо игнатия за вашу веру в бога и ваш труд по славу бога дай вам бог силы терпения и здоровья благодарю спасибо богу за то что есть такие люди как ты павел северный здравствуйте игнатий тихонович эх живем последние времена но я радуюсь когда из городов выходить в каком году ответ нет такого указания нигде павел северный так значит оставаться в городах то погибель же ответ стоять вере за христа нести проповедь пострадать за христа великое дело павел северный это да согласен но отрок вячеслав и старцы православные некоторые говорили что печать будут ставить насильно и что кто не спрячется обязательно ее получит а блаженная пелагия рязанская сказала что русский народ почти весь принят печать его будут травить голодом это все грядет господь своих не оставит об этом тоже говорил и отрок и старцы ответ ответ в первую очередь нужно сверять слова усказанные кем-то со словом божьим но то по отрок веществлав там это щебаркулято ничего нету придумали уже святой построили там часовню какую-то все это выдумка то мать там раскрутку делает с одной ну а о нем правильно священно начале дали без них канонизирует и тут патриархи на уже стоят намерто нет а вы-то канонизируете что других то лучше а как вы относитесь к отрука вячеславу так андрей мартыню город ровно слава иисусу христу иначе тихоныч можно вас просить запутался я в жизненном пути у меня была опухоль мозга но я удалили но у меня возник паралич частичной конечности в общем нормально только левая рука работает сижу дома только храма назад что делать дальше не знаю это покрашение никого да я уже не раз отвечал поэтому отроку к нему я никак не отношусь он был бы может быть другим но вот лезли к нему и отвечал совершенно не сверяясь со святой библии ему я отношусь разве что сожалением как у чехова антона сказано в последнем магиканше а его сестре в отношении зятя до сифея заездила ведьма заездили почитателю и уж из проторенной колени колеи невозможно было мальчику вывернуть гнали к канонизации ну что удивляет так это то что патриархия в свое время попашилась и категорически восстала против его канонизации маргарита алтайский кран и гнать тихоныч что думать о таком на счет и говорит таком много что говорит я могла свои материалы к истинному православию он все до одного одобрил и за границей я был показывал они просто высоко оценили по телефону с ним разговаривали лично я не встречался встречался у отца и она суворова и его дочка за его племянником за осиповом и он там вот такой вот хохлов город владимир миром и отче игнатий простите меня великодушно но мне более понятно сколько во всяком случае сейчас на моем духовном уровне то что говорит со своими словами и житейскими примерами еще раз простите меня многогрешно рыба александра библия что говорю это не важно то есть он ко мне пришел не бога я отталкиваю что бог сказал вот важен а сегодня осипом другие они вообще как будто не никакой связи с богом не имеют отвечает умно все и любой оправдать могут любое беззаконие для чего семинаре тогда нужно искать чтобы оправдать любое беззаконие уметь и увести за собой говорить перевратно ничего больше не нужны я спрашивал здравствуйте батюшка игнатий как можно расценить любовь к ближнему мне неприятен человек по каким-то своим качествам старайся это ему не показывает он говорил дальше вы ответили но только словами из библии для меня это пока это сложно для понимания другое что буду отвечать как что я ответил что об этом говорит бог дух святой не подходит это по ролике с осиповым мне на этот вопрос не следует отвечать я про осипова вы вы сами подумайте сколько мест из святой библии говорит этот бритый 75 лет человек и в масонском галстуке приводимые и места легко понимают только как гиперболу не более того и говоря это эти же отцы верили библии вечной муки то есть о вечной муки он говорит она это вечная но не бесконечная может быть и так как он говорит его так легко опровергать но во всем сказанном есть смысл вот видите как и что кому тут вы только ответили словами из библии для меня это сложно для понимания евангелетана 8 43 но просто еще прочитает тут партия прочитает дальше надежда ванькович город санкт-петербург приветствую вас где находится потеряевка вы его сына возьмете в лагерь но если верующий то возьмем ну он находится в алтае где мы строим деревню потеряевки примерно 500 метров а то 44 года уже 44 тут один у нас был миссионер степаненко максим вот он как раз об этом и говорит вы сами подумайте даже на одну неделю взять и 2 3 ребятишек а у нас среднем было те годы больше было то с воспитателями 108 109 человек это надо накормить у нас за 44 года ни одной ни одного отравления не было ни одного несчастного случая но ничего этого не было и он это увидел и говорит а другие этого не видят только в девяносто девятом году против меня воздвигли три уголовных дела 15 краевых комиссий комиссии на нескольких автобусов приезжали то другое указание было дано кпрф чтобы закрыть лагерь и ничего не смогли сделать вот сейчас я вот так кто-то тут заходит кто такой реки берега а олег мирошниченко ну вот видите а дни рождения тут вообще-то ничего и нету вчера у меня была беседа хорошая вот этот сергей бирюков я даже не узнал кто он такой а потом я понял кто это и мы с ним уже уход маленько знакомые и беседа была хорошая он заранее обговорил диска давайте так по две минуты пока я думал говоришь он так ладно мне две минуты а вам пять минут а когда начали говорить получилось что ему там 20 минут а мне две минуты почему потому что мое то он все может считать и мне важнее было выслушать его но он пожелал и дальше это уже хорошо говорить конечно мы говорили не об одном но разное мнение там канонизация евгения родионова и прочее у меня уже давно это все описано в книгах я показывал когда я служил в армии сложил в ракетных войсках как было их четверо было слышали как кричат как их забирали там никто не помог на метров четыреста или сколько было где их основная сила-то стояла то а эти на рафике там на медицинской чеченцы туда-сюда ездили они к ним примелькались ну и смысл о чем были о чем говорят молодые ребята то еще тут доказать сказать даже нельзя вот если бы я там служил то этого не было его в плен не взяли вот мне дали охранять ракетные войска там станция слежения была это 61 год я пришел туда но я с детства с ружьем поэтому у меня девяносто девять сто был вышибал то есть агресса белки в глаз мог попасть с детства я с ружьями был но вот я прошел сразу где прорвана колючая проволока склады везде повесил нашел консервные банки на низ повесил это время было повесил собачонка я прикормил тут рядом теперь прошел склады проверил нашел место где меня не видно я в тени и чтобы наблюдать можно маленько подкопал видеокопщик и все это сделал сразу там где-то найти меня нельзя будет ночь фонари с одной стороны своим когда сказал когда будете идти кричите издали что идете я не буду стрелять в воздух я буду на поражение потом стрелять воздух разбирайся где а вы идете кто вы такие то я по голосу вас узнаю ну и все они идут издалека уже кричат это мы идем мне маленько погодя уже отпуск дают и проще когда дают отдыхать перед службой ребята что-то делают там свое играют на вахте он там за сонного застали тулупе спит у меня так не пойдет я ложусь спать выспался я вышел на вахту мне доверили это то есть у меня вот такой дух военный был мнение раз кгб говорили вам бы только у нас служить военное ну а там рядом воинская часть идут офицеры они заглядывают к и позвонили ваш солдат там с девчонкой стоит там или здесь пройди прошли никого нет они посылают позвонили вас там часового не видать а они посмотрели лапки дежурят и там все нормально нормально и вот если эти ребята-то были четверо-то я к чему подговариваюсь она бы я бы их распределил так ты один с той стороны другой с другой подальше маленько там метров на 50 на сколько на 30 расположил бы окопщики вырыли чтобы никто не видел и один только там сидел я бы им этим щеченцам зубы прочистил они сидели болтали совершенно не думают безмозглые и поэтому они все лишились головы надо думать маленько вперед заранее вот я в книге все это написала об евгении родионы все это басни теперь уже и мать и он верующий говорил ничего этого не было это постоянно идет накрутка сначала была одна книга написана об александриневском то а сегодня уже 17 книг хотя ничего не добавился а все новое и новое а серафиме саровская все новое и новое пишут где-то в помете голубином нашли где-то выдумка все это я к тому говорю что но не надо мистификация заниматься не надо первое коринфство 45 оставьте до суда божия бог ответит скрытое во мраке с каким намерением это человек делал надо открыто быть вот у нас полная открытость везде все на этом на сегодня я оставляю следующего не забудет где это будет ну вот так это у меня будет 31 страница их 332 страницы вот представьте еще в десять раз больше буду брать во славу божию все на